Первый вопрос такой. Во всех анонсирующих записях к этому мероприятию было написано, что книга задумывалась еще 13 лет назад, вы должны были ее писать непосредственно с Егором Летовым. Очевидно, что это не конкретная книга, это была просто какая-то задумка. Можете рассказать про нее подробнее, что это было, что это должно было быть тогда? Да, ну нет, не в смысле писать с Егором Летовым. Мы хотели сделать небольшую книгу просто диалогов, там вообще не должно было быть никаких аналитическо-прозаической отсебятины, просто такая, ну вот как, не знаю, книга Волкова с Бродским. Ну тут уж, что называется, какой Бродский такой и Волков в данном случае. Но в силу понятных причин как бы это не случилось. А потом я что-то от всех этих предложений отбрехивался, потому что как-то это все мне казалось нечестным и неинтересным. А много было предложений написать про него? Ну не то, что много, ну какие, ну периодически возникали, там еще когда азбука была издательства в Питере жива, ну какие-то, ну то есть не то, что прям, как бы, что называется, обрывали телефон, но да. А что сейчас изменилось? Почему вдруг решили взяться все-таки за книгу? Какой-то странный какой-то набор обстоятельств, какие-то собственные страхи, какой-то возраст. Плюс я наконец-то оказался без работы и более-менее принадлежу сам себе. Ну что-то я просто подумал, что это на самом деле не мне принадлежит все, то есть вот эти все какие-то, пока я еще там что-то помню, пока живы какие-то люди, я на самом деле даже когда в процессе вот сочинения, как бы, этой книжонки, я, конечно, дико пожалел, что, ну, по большому счету, конечно, нужно было взяться за нее раньше, когда там, когда были живы там еще люди, которых там я неплохо знал, там тот же Лукич, как бы, и Кузьма Рябинов. Вот. И, ну, то есть, просто я вдруг помню, что надо, пока мы еще какие-то вот люди там, в том числе я живы, нужно успеть как-то все зафиксировать. Ну, какой-то такой, на уровне какого-то такого нервного импульса, то есть тут ничего, как бы, никаких за этим специальных обстоятельств. Более того, я даже, как бы, Феликс Сандалов не даст соврать, я ему сам позвонил, и сам это предложил, что люди, которые знают меня, мне это вообще не свойственно, чтобы я там кому-то что-то предложил, ну, нет. Ну, просто можно делать какой-то там простой вывод, что, возможно, про таких людей у него можно написать только, там, на какой-то дистанции временной. То есть, пока там, ну, через год после смерти Летова, такое не написать, наверное, через 10 лет возможно. Ну, то есть, это не измерит, конечно, линеечкой, но как будто бы нужна была дистанция, в том числе и дистанция ваша сейчас к вам прошлому, потому что вы там, ну, вы же от себя пишете свои воспоминания. Ну, так ли это, нет? Наверное, да, но тут с этой книжкой еще такая штука, что я что-то как-то сидел, как бы вертел ее в голове, думаю, может, так сделать или эдак, и как-то я просто убедился, что единственный способ написать, ну, по-моему, как я бы смог написать, как бы, про Егора, это написать, грубо говоря, там, про себя, как бы, и про его влияние на меня. Не в смысле, что мой опыт какой-то там уникальный, он совершенно не уникальный, ну, просто как часть какого-то там, даже не поколения, а компании. Потому что писать просто про Летова, ну, это мне, ну, банально не по зубам, потому что я что-то видел, но еще больше я не видел. То есть, ну, как бы, мне кажется, тут есть две вещи. То есть, эту книгу мог бы писать либо человек, там, сильно старший, ну, просто человек, который видел больше меня, там, как бы, раннюю жизнь Егора, там, условный Гурьев, да, либо человек, там, 25-летний, 30-летний, который вообще всего этого, как бы, никак не застал, и как бы восстанавливать это все по архивам, это тоже, в принципе, вполне интересный и достойный путь. Я думаю, что когда-нибудь кто-то это сделает. Но когда ты видел, что-то частично видел, а чего-то нет, и когда ты начинаешь там составлять фразу, и ты понимаешь, что, в принципе, ты мог бы это спросить, что называется, у подзащитного напрямую в свое время, но не спросил, это, поэтому, как бы, ну, и делать вид, что из этого, как бы, притворяться, что это такая настоящая подлинная биография, ну, окей, ну, можно было, наверное, конечно, найти, поискать еще людей, там, каких-то, разбиться в лепешку, найти, там, каких-то его одноклассников. Можно было просить, там, как бы, не, там, не 20-30 человек, как здесь, а 60 и так далее. Но все равно полноценной биографии никогда больше не будет, потому что главного голоса здесь нет, и он уже, как бы, не звучит. Поэтому, как бы, вот эти игры, ну, они изначально уже несколько ущербны. И, по-моему, для меня, как бы, для, в моей голове. Поэтому, как бы, я вот решил просто удариться в эту от себя. Нет, по вашим словам, кажется, что жанр биографии, в принципе, невозможен ни про кого. Нет, 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 для человека, нет, я говорю, как бы, для меня, вот, из этой, из точки, в которой я находился, мне это делалось, ну, то есть, я просто не очень понимаю, как это делать. А, и как же вы характеризуете получившийся результат? Ну, конечно, написано, опыт лирического исследования, но это такое обобщающее понятие. Для вас это какой-то коллаж? Ну, такие, как бы, записки подопытного, я бы сказал. Вы, когда мы говорим про биографию, мы говорим, что, типа, вам лично сложно написать биографию Летова, и в книжке вы упоминаете, что лучшее интервью с Летовым сделал сам Летов, 200 лет одиночества. Ну, да, да. И в этом смысле есть ощущение, как будто вы имеете в виду, что лучшую биографию Летова мог бы написать только сам Летов. Ну, в этом смысле, да, поэтому я и предложил ему делать эту историю тогда, в 2008 году, и это, безусловно, была бы лучшая его биография, и, безусловно, это была бы книжка лучше, чем эта. Кто знает. Да. На этой стадии есть у кого-то какие-то вопросы, может? Вы писали книгу очень быстро, месяца 4, судя по написанию в конце. Ну, да, она и невелика по, собственно говоря, по объему. Как вы определяли то количество людей, которые вам нужно опросить? Ну, это техническая часть чистая. Да, я понимаю, что могут возникнуть какие-то резонные вопросы, почему здесь нет, например, Сергея Летова или Манагера, но, ей-богу, здесь нет никакой специальной конспирологии. Ну, как-то вот так сложилось. Потом я придумал себе некоторую такую отмазку, что это якобы такая вот, типа, как триеровская догма, что здесь я разговариваю только с людьми, которых на самом деле встречал в жизни во времена последних 20 лет. Ну, так себе, конечно, как бы дисклеймер, но, тем не менее, это похоже на какую-то, на некоторую концепцию. Какие-то люди просто отказались говорить не со мной, а вообще просто про этого. Про Летова. Ну, не про Летова, просто как бы. Ну, это же все было довольно-таки давно, там люди как бы сильно поменялись, там кто-то там стал серьезным, православным, то есть это просто как бы воспринимается как какое-то бессовство. Я даже не буду называть как бы имена, это как бы, поскольку не вполне мои секреты. С кем-то мы просто тупо не состыковались, например, с Джексоном и с Черноземом, то есть просто по времени. Ну, то есть мы с ним договорились, потом что-то он не перезвонил, я не перезвонил, ну, какие-то такие вот небрежности. И я что-то решил, мне важно было сделать это именно быстрее, и плюс обилие, то есть добавление еще каких-то сольных партий, как бы, мне кажется, уже несколько, то есть вот ее раздувать мне не хотелось. Вот такая энциклопедия голосов получается. Ну, да, да, да. Слушайте, у меня есть вопрос прямой. Для чего там есть глава про Станислава Ростовского? Это пинокритик. Почему вам нужна была глава именно про него? Такая именная, где вы описывали? Для вас это какой-то типичный фанат? Скорее, да. Нет, скорее, то есть вот, поскольку это опять-таки, такой все это, в принципе, через призму каких-то моих собственных зрителей, мне показалось, что это, ну, вот, такой умеет. Я, опять-таки, делал совершенно не в Ростовском, его месте мог быть куда угодно, но просто такой вот голос один из них. А вы были? Да, это может быть резонный вопрос. Почему здесь, например, здесь есть Ростовский, который Летово, по-моему, глаза не видел, а нет, например, Манагера. Ну, вот, как-то вот вышло. Ну, да, Ростовский там, видимо, как раз-таки иллюстрации. Ну, это про Ростовского фаната, может быть. Да, 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 поскольку эта книга же, в общем-то, не про Летово, а про психическое, даже психотологическое воздействие, которое он оказывал на неокрепшую умы, в том числе, как бы, лирическую герою этой книги. То вот Ростовский, это как раз, мне кажется, неплохая иллюстрация такого как раз постсоветского подростка. Давайте поговорим про ваше знакомство с Летовым. Как вы с ним познакомились? И как вы с ним подружились? Потому что, как я знаю, познакомились вы не очень хорошо, а подружились с Поповьей. Ну, дружить, дружить, в кавычках. Да, это все звучит. Я тут была, у нас презентация этой книжки несколько дней назад на Красной площади, и я что-то ходил, и там девушка как бы зазывала, соответственно, народ, и монотонно повторяло, заходите на презентацию друга Егора Летова, заходите на презентацию друга Егору Летова. Это такая абсолютно уже композиция группы «Коммунизм». Я никогда не был другом Егора Летова, ну, в классическом смысле слова. Ну, у нас были хорошие дружеские отношения, но мы, ты просто глупо звучит, потому что мы в несколько разных, вы понимаете, весовых категориях. Вообще, я смотрел на него всегда как бы несколько снизу вверх. Может быть, с годами бы это отношение ушло, но я всякий раз вздрагиваю. От того, что вы дружите друг Летова. Ну, как-то, да, мне вот это какой-то... Да и вообще вот эта должность друг Высоцкого как-то... А начали мы общаться просто по пластиночной линии, поскольку его все это как бы очень интересовало. А я тогда этим плотно занимался всякими коллекционированиями, в том числе как бы интересующих его материи, там, всякие психоделы и все такое прочее. Вы коллекционируете, он музыкант уже великий. Это же был конец 90-х? Да, год 99-й, 2000-й. И как можно состыковаться в Москве с двум людям? Или это по вашей журналистской деятельности? Да, ну да, мы не будем забывать, что я же еще как бы занимался этой писаниной, я там начал делать с ним какие-то небольшие интервью. Кроме того, тогда... Ну, что значит великий музыкант? Это сейчас так, это кажется. То есть нет, он, безусловно, был великим музыкантом, но, скажем так, быт его и аура величием не отличались. В Москве он играл мало, в основном в всяких там окраинных киноцентрах. Жил он... А плюс у нас были общие знакомые, он жил в основном... То есть никто ему не снимал никаких гостиниц, он жил по друзьям. И... А потом еще как раз в начале нулевых начались вот эти... Вот эта серия концертов была у нас в Москве, такой культовый, так сказать, интеллигентский кабак проект Аги. И вот они начали заряжать его концерты. Там, по-моему, четыре было, что ли, концерты в общей сложности за два года. А это совсем как бы маленькое такое крошечное помещение. То есть это там... Вот это ваше помещение, это просто Версаль по сравнению с тем, что в Москве это два и таки. Ну, как-то это все... Тогда, в общем, было достаточно просто. Плюс он дружил тогда... Ну, в смысле, еще как бы... Тогда же Леонид Федоров еще начал много играть акустики. Ну, как-то вот это все... Тогда вот был этот период. Как раз в 99-й такой был большой какой-то в Москве подъем такой вот этой уже такой полупродажной контр-культуры. Вот это все как бы... Ну, короче, это долгая история, но... Какую музыку вы ему дали? Чем вы подкупили Лето? Какую музыку? В основном редкой японской психоделии, которую нигде было нельзя достать. Вы откуда наставали? Покупал. В магазине Трансильвании. Да, хорошо. По 25 евро пластин. Вы уже начали говорить про его ауру и так далее. У меня был большой блок вопросов про культ личности Лето. Будем описывать, использовать это клише. Может ли вы обозначить, когда он начал складываться, когда он достиг зенита или не достиг, на какой стадии находится он сейчас. Вот просто хотелось бы проследить, с чего начался этот культ, в каких кругах, когда начался и к чему пришел. Или приходит, идет. В посмертном смысле культ или вообще как это случилось? Вообще, потому что у вас есть эпизод, эпизод, что уже в 88-89 году он уже был довольно сильно непопулярен. Про него рассказывали панки с продыханием. Используется такое срочное. Нет, но я думаю, что началось все с 88-го года с концерта в Москве на Сырке. Он собирался играть еще на Подольском фестивале в 87-м, но на Подольске его коммента не пустила. То есть он там присутствовал в качестве зрителя. А так вот главная точка, конечно, это срок в 88-м году. А потом Гурев с контркультурой. Для меня, в принципе, это скорее как бы вот эти гуревские дела, которые это все придумал. Весь этот Егор Центризм и так далее, и так далее. А с точки зрения дистрибуции, ну это, наверное, через рук лабораторию. Была такая студия «Колокол». И вот Берт Тарасов, собственно, в этой книжке упомянутый, который был летовский приятель, как-то там с ним аффилирован по этим звукозаписывающим делам. Он это все подгонял в студию «Колокол». И там это все как бы тиражировалось со страшной скоростью. Ну плюс было еще же значительное количество всякого СМС-дата. Всякие там газеты типа «Энск», «Иванов». Вот это все. И он достаточно мелькал. То есть не сказать, что это было какое-то просто невыносимое подполье. Нет. На нашем радио крутили его. Там песня про дурачка в 90-м году совершенно точно, в 91-м звучало по радио «Юность». А это радио «Юность» тогда была в этом самом... Ну, как это называется? Ну, короче, в радиоточках, в общем. В общем, национальный канал или как это называется. Да, вы упомянули вот эту вот фразу «Егороцентризм». Можете вы описать, из чего он состоит? В общем-то, мой вопрос, амбицийный вопрос довольно простой. Мне бы хотелось, чтобы мы как-то попытались ощупать миф Егора Летова, мученик, пророк, маргинал, мизантроп, кто угодно, националист, оппозиционер, антисоветчик, что угодно. Там может быть в этом облаке тегов. И очевидно, что это облако тегов, оно вообще не описывает Летова довольно поверхностно. Это делает. И вот, в общем-то, как этот миф сложился, никто приложил к нему руку. Почему он таким получился, этот миф? Были ли какие-то... Делали это самого Летова, его поведение, его музыки, безусловно? Ну, конечно, нет. Просто про егороцентризм я уж так сейчас досконально не помню, но это же Горьевская придумка. Но это просто все очень стилистически складывалось. И эти черно-белые фотки, то, что это журнал «Контркультура», все это как бы било в одну точку. Плюс то, что это человек, который... Опять-таки, конец 80-х. На большом счете все уже. Все поляны распределены, и все ордена розданы. Вот, пожалуйста, Московская лаборатория, вот Ленинградский рок-клуб, вот Свердловский, вот есть там какие-то региональные штуки, типа, я не знаю, Восточного синдрома эмиссии антицикло. В общем-то, все уже поделено. То есть, чтобы туда ворваться, нужно как-то очень сильно было постараться. И вот через все эти оглашенные крики, через страх, отчаяние, мизантропию и все такое прочее... Он ворвался над всеми этими тегами. Ну, конечно, это на самом деле действительно производило. То есть, это правда. Спросите любого 14-летнего, 15-летнего подростка, который, естественно, конечно, страдает определенными склонностями, понятно, и отклонениями. Не на всех это действовало. Но если есть какие-то такие подвижки в этом направлении, конечно, это производило сильнейшее впечатление. И ни о каком там Борисе Гривенчукове или Константине Кинчеве там типа речь с тех пор не шла. Это как бы не мое восприятие. Я понимаю, да. Довольно распространенный такой был. А что вас лично подкупило в этой музыке? Что лично вас подкупило в этой музыке, когда вы его услышали первый раз? Сколько вам было лет? Ну, лет 15, наверное. А, и что вас так зажгло в этом? Вот именно вот... Вот эта тьма. Вот дик... Да не то, что даже тьма. Нет, никакой там особой тьмы не было. Какая-то дикая абсолютная ярость, все сметающее на своем пути. Я думаю, в этот момент мы сможем делать какую-то паузу и мы сможем спросить у людей про ваши первые ощущения, когда вы первый раз услышали Летова. Я думаю, можем поделиться этим. А еще мы можем поделиться тем, наверняка тут я вижу людей постарше, и наверняка вы были на концертах в Казани, Егора Летова. Это было в ДК Химиков, в клубе Бумеранг, если я не ошибаюсь. А когда это было? 2002-2006 год. В смысле, уже поздно, да. Мы стесняемся. Да, вот, сзади молодой человек. Такое, в связи, сзади клуба анонимных алкоголиков. Он нас еще так затемнили, вязал. Там я тянул руку молодой человеку зеленым. С микрофоном к нему притянул. Работает. А в чем был вопрос? Когда вы впервые услышали музыку Егора Летова? И какое впечатление на вас это произвело? Случайно купил кассету, когда в школе. После школы шел в универмаг и увидел красный альбом на кассете. Сколько лет, простите? В классе в девятом, наверное, это было. А в 2002 году на первом курсе случайно увидел афишу и попал в ДК Химиков на концерт. О, вы были на концерте? Да. Расскажите про него пару слов. Это было 19 октября 2002 года в ДК Химиков. Было круто, да. Я взял мыльницу с собой и сделал миллион одинаковых фото Летова. Потом ко мне подошли ребята, попросили распечатать фотографии, ну дать пленку, как бы мы познакомились. И с тех пор общались тоже много лет. Здорово. Оказалось, что это были люди из НБП еще Казанского. Да, красивые истории в том конце. Да, спасибо. В общем, не стесняйтесь поднимать руки и выступать со словом. То есть поднимайте руки, я к вам подхожу. Да, вижу. Да, всем привет. Большое спасибо Максиму, да, спикеру за эти истории. Ну, если говорить о том, как, когда я услышал, мне было лет 12, наверное, мой брат слушал в основном металл тяжелый, и у него каким-то образом затесалась гражданская оборона, там много раз переписанная. Вот, это был альбом «Поганая молодежь» и «Некрофилия», кажется, там на одной кассете, вот два альбома было. И я когда их услышал, ну, тоже у меня такой был некий шок, наверное, даже где-то, хотя я там уже и «Сепультуру» слушал в то время, да, и прочие команды. Но вот именно ГО почему-то меня так очень поразило, вот этим бунтарским духом. Я как-то сразу начал себе тоже там покупать кассеты. Была даже такая вот цель все альбомы купить, пока я не узнал, сколько их всего там на тот момент летов записал. Я понял, что, ну, более 50 там альбомов я не смогу себе позволить купить, да, и… Ну, на самом деле, давно я уже не слушаю гражданскую оборону, да, но вот это вот чувство благодарности какой-то и, наверное, теплота какая-то, да, которая вот с тех юношеских времен осталась, сохранилась до сих пор, вот поэтому я здесь с удовольствием, с интересом прочту к Тингу про Летово, да, про то время, когда он жил. Очень интересно узнать, может, расскажете, да, как происходили записи вот первых альбомов, потому что потом это уже все, наверное, было более как-то так налажено уже, а вот первые альбомы там, Пассеев, та же поганая молодежь, да, вот как это все записывалось, распространялось. Спасибо. Спасибо вам. Да, ну, хорошее слово, да, вот эта благодарность, да, я, собственно, примерно то же самое, эту же эмоцию как бы и хотел всегда передать, ну, потому что, да, то есть, я, надеюсь, понимаете, мне уже 46 лет, я не то чтобы там с утра до ночи сижу, слушаю гражданскую оборону и бьюсь головой об стену, то есть понятно, что это тоже уже некоторое мое прошлое, но вот это чувство благодарности, да. Что касается записи первых альбомов, то про это много же как бы есть в Групп Хрониках, то, что сам как бы Егор это все досконально описывал, ну, писалось все дома, там было только две записи, которые делали какие-то болванки в каком-то там, типа, доме творчества, а так это все, от первого до последнего дома писал, до последнего, собственно, ну, когда барабанщик был московский, Паша Перетолчин, он приезжал писаться в Омск. Ага, как бы сейчас вот уже прозвучал эти заветные три буквы НБП? Да, давайте, потом я вернусь вопросом. Ну, кратко хотел сказать, что был в 2006 году на концерте, кажется, он в крыльях был или нет, насколько я помню. И, да, ну, сейчас закрытый уже, и вот запомнилось, что, ну, показалось, что Летов тогда очень спокойный, такое было такое впечатление, то ли уставший, то ли какой-то умиротворенный. Ну, вот как раз после этого вышел альбом, где вот и «Сияние» песни были, то есть чувствовалось, что он немножко какой-то другой, то есть это запомнилось. И хочу сказать, что, как никто, мне кажется, в чем еще феномен такой его, что мало кто сумел так передать вот тот внутренний протест и ярость, которая особенно вот свойственна в молодом возрасте, вот так по-настоящему, и, как сказать, чувствовалось в нем готовность идти до конца, что в творчестве, что, то есть все было так по-настоящему, то есть вот такие песни, как там «Русское поле экспериментов» или вот летели качели, то есть это был вот обнаженный нерв, и это, конечно, чувствовалось и подкупало, вот, и тоже благодарность присутствует, хотя сейчас как-то эмоции не так сильно, скажем, резонируют уже с его творчеством, но вот действительно благодарность присутствует, вот что хотел сказать. Да, спасибо вам за… Да, это, наверное, было в крыльях, может, я перепутал. Да, прозвучали уже буквы НБП, и вопрос такой обычный, как вы оцениваете через 25 лет этот красный период в жизни лет, вот для чего это, как вы думаете, для него это было нужно, как это повлияло на него, может быть, это дело его еще больше маргинализировало или, не знаю, или еще что? Ну, тогда это было, я думаю, я, опять-таки, тогда даже с ним, разумеется, не общался, но я думаю, что это было достаточно логично, потому что, ну, смотрите, погибла Янка с одной стороны, то есть еще до этого он как бы распускает группу, поскольку вот это вот его идея как бы уйти в сторону от так называемого Попса и вообще мейнстрима, ну, а куда ему, по самом деле, было, куда идти? В Банк Минотеп, и тут как бы появляется вот это движение, как бы Лимонов и все такое прочее. Другое дело, что я думаю, что с тех пор он начал относиться к этому вообще к любым политическим историям с большей осторожностью, потому что это вещи, которые он не в состоянии контролировать. То есть вот эти вот побочки, они оказались во многом сильнее его. То есть для него политика, я думаю, все-таки это было такое сильное средство выразительности. Ну, примерно так же, как алкоголь и так далее, и так далее. То есть это какое-то такое подспорье, чтобы сделать какой-то очередной шаг, прыгнуть выше головы. Мне кажется так. Да, вы еще в книжке довольно часто задаете такие риторические вопросы или такие пассажи, что бы делал Летов сейчас, что бы он думал по поводу ДНР, что бы он думал по поводу Крыма и прочее. Понятно, что эти вопросы, они бессмысленны, наверное, потому что мы не можем узнать этого никогда. Не я их задаю, просто то, что витает в воздухе. То, что витает в воздухе. Но тем не менее, как вы думаете, почему у какой-то части людей есть потребность знать, что бы Летов думал про те или иные политические вопросы? Потому что он один из последних таких, как мне смешно, скрепляющих фигур, мнение по всем вопросам. Мы уже говорили сегодня с Сашей из НД, он говорит, что вот разница. Как мне кажется, сейчас на смену героям перешли персонажи. Не в том смысле, что они стали хуже, но Летов и тот же Шнуров, и та же Земфира. Я их совершенно не сравниваю, как бы к ним не относились. Но это последние фигуры, которые еще живут старым временем и старым восприятием. То есть это такая кумирня, к которым как к оракулу обращаются по всевозможным вопросам. А Летов, поскольку играл совсем на острии и работал с куда более тонкими и одновременно грубыми материями, естественно, он притягивал все эти вопросы в большей степени. Это был такой последний норматив, данный в отрицании. Естественно, вот это все, как у Валича, встань отец в разуме научи, это естественная реакция. А как вы оцениваете его посмертное признание? Ну, вроде как мы идем по пути, что есть фильмы, трибюты, книжки выпускаются. Ну, это не единственная книжка Летова. Есть ощущение, что, естественно, он заканивается в каноне культурном русском. Но он в этот русский канон в большей степени как будто увлекается как поэт, условно говоря, а не как музыкант. То есть вы об этом тоже довольно часто пишете. А вы чаще обращаете внимание, что он вообще-то музыкант в первую очередь. Да, мне просто ближе эта история его как музыканта. Я воспринимаю, это даже не столько музыка, это скорее звук, фонетика, интонация. Это восприятие идет вот так. Я не могу себе представить себя читающим эти тексты на бумаге. Дай бог, что люди их читают так. То есть понятно, что это тоже определенный такой некий способ как бы обеззараживания Летова. Типа слушать это невозможно, но зато стихи хорошие. То есть так и быть. Но пусть так, в любом случае, ему это уже не навредит никак. Да, без слава богу. Тем не менее, есть ощущение, складывается ощущение, что Егор Летов как музыкант был намного больше, чем та музыка, которая Летов играет. Так ли это, почему он... Ну, допустим, мы сегодня утром с другом ехали в машине, мы слушали «Поганую молодежь». И он говорит, почему он играет такие простые агрессивные панковые рифы? Он же наверняка мог или знал больше, как минимум, и мог играть более сложную музыку. Но он выбирал сознательно какую-то очень простую, такую ломовую музыку. У вас есть какой-то там комментарий или мнение по этому поводу? Может быть, я не прав? Ну, я думаю, тут две причины. Первая, собственно, техническая, потому что все-таки, альбом «Поганая молодежь» записан, насколько я помню, в 85-м году, и тогда Егор Летов, безусловно, физически не мог играть более сложную музыку в силу как бы определенных навыков себя как инструменталиста, да и просто технической базы. Это во-первых. А вторая причина — политическая, в смысле политическая в широком смысле. То есть он был человек именно прямого действия. Ему нужно было о себе заявить максимально громко. То есть играя он просто в 88-м, в 89-м году, начиная в конце 80-х, чуть более сложную как бы атональную музыку, ну, мне кажется, тогда же было очень много и очень неплохих групп. То есть он бы остался как бы в том времени в когорте групп, я не знаю, типа «Восточный синдром», «Миссия антициклона», «Работа Хо», там, я не знаю, «Колежский осердник». Было огромное количество интересных как бы именно таких вот околоавангардных людей, игравших ту музыку, которую сам Егор тогда и слушал. Но ему важно было как бы донести нечто большее. То есть при всем своем там деланном как бы одиночестве и мизантропии он это все как бы делал для людей, для него был очень важный эффект. Отсюда, как мне кажется, и простые риффы как бы и вся эта панк-эстетика, которая как бы в итоге выстрелила. Естественно, с годами это все не то чтобы сходило на нет даже, ну понятно, что есть какие-то элементарные там взросления и все такое прочее, но и банально, ну просто чисто технически. Грубо говоря, альбом «Сияние» должен быть записан, когда он был записан. Будь он записан там, я не знаю, в 85-м году, его бы толком, наверное, никто не услышал. Да, наверное. Ну да, я, конечно же, пока молодец, что в 85-м году я почему-то не подумал об этом. Хорошо, а теперь такой вопрос. Тем не менее, есть ощущение, что вот миссия приручить Летова и сделать его полностью ручным и там показывать его поспокойной ночи малыши, условно говоря, она невозможна. То есть мы, может ли вы, может ли вы или кто-нибудь представить, что Милогин и Моргенштерн будут на премии Муз-ТВ петь поганой молодежи в честь трибьют памяти Летову, и ему дадут там почетную награду «Легенды рок». Например, Земфира ее получала, условно говоря. Такое возможно представить или это какой-то невозможный сценарий? Или это всегда будет чужим для поп-музыки, а вообще для большой индустрии российской музыкальной? Понимаете, тут такой немножко разговор, который изначально в самом вопросе содержится, как бы, его смысл, точнее, антисмысл, потому что Егора давно нет, поэтому его могут приручать как угодно, но он уже не приручился. То, что происходит потом, это все, ну, ты там скорее как бы из такой пополнения коллекции, это такой как очередной альбом группы «Коммунизм». То есть я не думаю, что его бы, ну, это какие-то мои думысли, очень же бы как-то сильно все бесило. То есть все это как бы и аэропорты, и все такое прочее, это, в общем, скорее вот туда. Да, да, в книге вы тоже замечали. У него же есть этот, был вот этот вот громоотвод для всеобщего абсурда в виде группы «Коммунизм». Вот это вот как раз все туда. Да, вы пишете, что в книге, что никакие силы не могут апроприировать Летова до конца в себе, потому что он всегда как-то выскальзывает из рук. И даже я особенно заметил, что в финале вы используете по поводу Летова. Летов — это Джокер, и вам кажется, Летов — это Триксер такой своеобразный, который так где возникает и все превращает в абсурд, в игру. Нет, я думаю, что там сила в том, что как раз вот то, о чем мы все в зале говорили, про всю там эту как бы искренность, ярость и неподдельность, он все равно там была нотка какого-то, какой-то вот странной игры как бы и переворота. То есть это было все очень достоверно и надежно, но оно этим не исчерпывалось. То есть это вот, ну, все-таки он и сам, собственно, про это говорил, что у меня там типа половина песен из деватики. Ну, это как бы неважно, мало ли кто там что говорит. Но, безусловно, эта нота в нем была. Вот этого как бы такой, как бы всегда, как бы некоторого ускользания. Еще один перерыв, чтобы мы отдохнули. Может быть, у вас есть еще вопросы? Любые, уже любые. Можно все еще рассказывать про первый опыт знакомства с гражданской обороны. Да, да. Микро. Я не совсем уловила, а как он относился к вот этой своей популярности? Ну, то есть он ведь застал момент, когда его уже обожали. Причем все, включая, ну, там, не знаю, попсовых блондинок, условно. Нет, ну, тогда все-таки такого еще не было. Нет, ну, например, в 2008 году нет. Все-таки такого, как бы массового еще такого все-таки помешательства не было. Хорошо. А как бы он отнесся, зная, что вот сегодня, я когда сюда собиралась, объясняла дочке своей 13-летней, куда я иду? Я говорю, вот знаешь, твои одноклассники поют песню, да? Все идет по плану. Вот. И дальше я хотела сказать фразу, вот, наверное, зная он это, он бы, ну, как бы не одобрил. Потом думаю, черт его знает, а может, одобрил бы. Ну, то есть как бы он относился к тому, что теперь это прям попса? Да я думаю, да я думаю, что скорее как бы со смехом. Насколько я помню, к концу жизни он как-то к этим вещам относился там спокойно. Ну, как-то люди как-то воспринимают и воспринимают. Единственное, что точно было бы, конечно, ему пришлось бы туго по нынешним временам, это вот это бесконечное растаскивание в стороны, бесконечные там вопросы там, типа, скажите, Юр, так все-таки ответь, Крым наш или чей? И вот так вот, потому что с нарастанием все-таки, когда он умер лет, вообще, грубо говоря, вспомните, у Фейсбука толком не было. То есть как бы и вообще, то есть вот эта как бы степень доступности, степень вот этого всеобщего как бы обсуждения как бы и внедрения в частную жизнь, вот и вообще вот этот поток информации, вот как бы он этого всего избегал, вот это действительно большой вопрос. А то, что как бы слушают блондинки, то ради бога было. А что это, разве нельзя это не приветствовать? А, еще вопрос. Максим, спасибо большое за вашу искреннюю книгу. Недавно вы говорили, что Егор, оказавшись в Калифорнии, сказал бы, что он бы с удовольствием остался в Сан-Франциско, где к нему бы никто не приставал, цензурно выражаясь, там по-другому выбразился. Вот то, что вот он жил в Омске, это было условие его изоляции или вне Сибири он себя не представлял, и это было необходимым условием для его творчества. Спасибо. Сложно сказать, но он был, конечно, домосед, человек, который живший в этом своем лесу и в своем районе. Но я думаю, что он же, в принципе, очень эволюционировал. То есть с годами это все менялось, и я не говорю, что он просто взял бы и уехал в Калифорнию. Но то, что он, в принципе, держал в голове какую-то вот такую возможность, как мечту, поехать работать на какой-нибудь, я не знаю, ферме или станции по спасению животных, это определенно было. У вас идеи переезжать в Москву у него точно не было. Еще вопрос? Хотел еще спросить, как вы относитесь к творчеству Манагера и вот после того, как к юбилейным концертам гражданской обороны без Егора Летова уже, соответственно, и вот к тем противоречиям, которые возникли между его вдовой и группой. Ну, смотрите, я, то есть это, что называется, не мне решать, я, скажем так, я на эти концерты не хожу, но мне кажется, все эти ребята имеют, то есть я в эти дела просто не лезу, эти ребята имеют как бы право на свою часть этой группы, вот и все. Если, что касается меня, ну, я там просто так, что называется, исторически сложился, я дружу с Наташей, да, то есть я знаю, что у них там как бы все эти контры, но я бы не как бы, опять-таки, не влезаю, потому что я здесь в данном случае человек со стороны. Я не вижу в этих концертах там ничего там какого-то криминального, он скажет так, но я на них ни на один не пошел. Я давно не слышал, чем он там как бы занимается, но, безусловно, человек величественный. Можно еще вопрос у нас тут такой возник, все-таки про Янку, может быть, немного расскажете, да, и... Ну, вы же знали ее тоже, наверное? Нет, нет, конечно. Не знали, да? Ну, я вот буквально вчера увидел там пост, причем в околофутбольной группе какой-то, да, с ее последним альбомом, и там была информация, что Черный Лукич говорил, что ее убили. Вот, может быть, они как-то между собой все-таки знали, как, что произошло на самом деле? Спасибо. Да, это не только Лукич говорил, это и не умой в свое время говорил, то есть эта версия всплывает. Ну, знаете как, я просто, есть какие-то и для меня свои табу, для меня вот как бы музыка, я ее никогда в жизни не видел, естественно, по возрасту, я достаточно как бы уже вот наболтал, есть какие-то вещи, про которые нужно просто держать язык за зубами. Вот Янка для меня такой, в принципе, простите, нечто такое более сакральное, я просто не считаю нужным вообще как бы свой рот разевать на эту тему. Вот и все. Слишком как бы тонкий лед, я на него не вступаю. Да здесь нужно просто помолчать, просто мне. Есть ли еще вопросы? Ну, мы можем от Янки вернуться снова к Егору. Мы в этом говорим про любовь, про культы, но, насколько я понимаю, у Егора было много, как сейчас говорят, хейтеров. Ну, то есть его, обоснованно или не обоснованно, многие группы людей ненавидели. Можете об этом рассказать? По каким каналам протекала ненависть Егору Летову и каких там субъектов? Ну, основные, конечно, будут эти две истории. Это смерть Янки, в которой его так или иначе косвенно обвиняли. Некоторые не косвенно, а напрямую. А вторая история с Лимоновым и всем этим национал-коммунистическим движением. Вот как бы две основные точки. Но, на самом деле, и до этого его тоже, в общем-то, многие очень не любили. А до этого за что? Ну, за все. За крик вот этот, за грязь, за мат, за то, что все как-то вот, что так не делается. То есть его, конечно, очень сильно снобировали тогда. Я просто помню по детству. То есть, с одной стороны, это была какая-то такая популярность, но она была, конечно, сугубо дворовая. Я отчетливо помню, что все пальцем в виска вертели, когда говорят, вот там есть некая оборона. То есть это такое было очень специфическое развлечение. А как у Егора строились отношения с его аудиторией? Вы об этом пишете, и я сейчас могу неточно процитировать, и там вы, я не помню, дано вашими словами или в цитате, что аудитория Егора Летова делилась на бытлы, эстетов и своих. Нет, это он, это его выражение. Я не называю людей быдл, как, впрочем, и эстет. Это еще старые какие-то его установки. То есть это как бы действительно, это враспрохтилизовать его отношения с его аудиторией? Не думаю, смотрите, это было очень давно. Это вот эта история про, там, не было, там были гопники свои эстеты. В принципе, это, насколько я помню, это вообще какой-то 88-89 год. То есть это был прям вот совсем другой человек с совсем другими установками. Вообще-то интересно, то есть вот то, что мы сейчас говорим о Летове, особенно как бы уже выросло молодое поколение, это же все воспринимается реально уже как какие-то такие почти античные дела. Киники, стойки, то есть доходят какие-то отрывки, которые мы здесь трактуем. В общем, это правда. С годами это просто как-то обретает черты каких-то таких вот, собственно, афоризмов и максимумов. Мало ли кто что там сказал. Я могу сказать, естественно, как бы его это несколько тяготило, его собственная популярность, выражавшаяся, скажем так, в неадекватном, так сказать, поведении. Но чтобы он когда-либо там снобировал как бы свою аудиторию или там сказал, что ну вот там типа нужно там что-то там просто для денег. Что нет, нет, этого никогда не было. А кто для него были тогда свои в этом случае? То есть мы опять-таки трактуем слова человека, которого давно нет, который он сказал в 88-м году, но тем не менее. По-вашему, кто для Летова свои? Я рассчитываю, что меня как бы, я поскольку уже так много про это, вот начинаю со слов Егора Летова думал, или Егора Летова скажу, что когда-нибудь меня просто гром небесный поразит за это. Очень жарко показали. И пора бы уже, я не знаю, кого бы он сейчас считал своим. Ну какой-то у него был близкий круг как бы изначально понимающих людей, в котором он там дико раскрывался и был предприятнейший, дружелюбный человек. Они любили его еще и потому, потому что он был крайне неприятный тип, я имею в виду, то есть вот при первом приближении. Я помню, брал у него какие-то первые интервью, но я вам не пожелаю такого контакта. Вечер добрый. Хотел бы узнать ваше отношение по поводу последних альбомов и именно конкретно темы «Слава психонавтам», «Слава пионерам». Что вы вообще по этому поводу думаете? Почему пошла эта история? С чем она связана? Кроме, так скажем, Зари рок-н-ролла. Ну, немножечко, так скажем, часть идеологии, которая была одной из последних для Егора Летова. Спасибо. Ну, я думаю, что это как давно просто зрело. Там же он и сам говорил, что еще давно, что большинство его альбомов, несмотря на то, что там все мы знаем, что он писал очень быстро, там дома и так далее, но все равно на самом деле здесь он немного лукавил, потому что зачастую альбомы выходили там спустя три года после того, как был там написан материал. Так это было с «Саворотом и неносимой легкостью бытия». Песни для русского полеэкспериментов были тоже во многом написаны там в 86-89 году. То есть вот этот «Зазор» там два-три года. И эта история про психонавтов и вообще про весь этот психоделический американский рок, которому он там пытался как-то воздать должное, этот альбом такой как бы своеобразный омаж. Это его была такая навязчивая идея, ну, то есть там все нулевые годы. И вот как-то это просто все воплотилось. То есть тут это вот какой-то такой, ну, это длительный промежуток, который был воплощен ну, то есть это, грубо говоря, его настроение нулевых годов. Просто, во-первых, тут это и технические возможности, чтобы это все как-то записать как следует. Так что это такой вопрос времени просто. А еще вопросы? Так, я задам самый такой простой вопрос из задней парты. Ваши любимые песни для этого? Можно не одну назвать, можно три. Ну, прямо сейчас. Не знаю, я вчера ехал в поезд, слушал песню «Реанимация». Эта песня мне очень нравится до сих пор. То есть, точнее, не вчера, а сегодня ночью. А, собственно, как он относился к невероятной популярности своей вот этой главной, ну, как бы главной песни «Долго и счастливая жизнь»? «Долго и счастливая жизнь»? Да хорошо, он относился к популярности. Это все как бы, ну, такое кокетство. Я помню, когда он ее написал, вот это я как раз помню. То есть, тут я, вот тут, может, мне небесный гром как бы и милует, потому что это я правду сейчас говорю. Потому что он как бы протянул как бы кассету с записью первой болванки еще не альбомной даже, а под гитару и драм-машину. Он сразу сказал, вот, написал хитяру. Про долгую счастливую жизнь. Так что он прекрасно отдавал себе отчет, что он делает и как бы и для кого. Не соврал. Да, мои вопросы закончились. Мои скучные вопросы закончились. Да я и мои ответы давно. Поэтому, ребята, жарко. Поэтому, если у вас есть вопросы, давайте их быстренько зададим и будем быстренько подписывать книги. Вот, и есть вопросы. В анонсе книги говорится о том, что это не столько про летово, сколько про время, да, про ваше восприятие. Это обычные такие издательско-маркетинговские разводки. Просто для понимания того, как бы, стоит ли читать, то есть сводить такие эмоциональные моменты. И какое, по вашей оценке, время? Или это все-таки вот не про время, а про летово? Я про книжку. А если про время и про ваше восприятие, то какое это будет в книге? Что это будет за история? История про веселое время или про сложное время? Ну, это такая, скажем так, гибридная биография. Это, безусловно, как бы не история про время и, упаси бог, не про поколение. Это какие-то слишком уж громкие слова. Мне кажется, как я уже сказал, это такие, как бы, записки подопытного. Это даже и не про меня. Есть некий, как бы, лирический герой, который испытывает на себе там сильнейшее влияние определенного вида музыки, да? И пытается, как бы, внутри вот этого пузыря, как бы, изложить, как бы, все, так сказать, в убийстве. Как, собственно, сказано на альбоме, в «Невносимой легкой степени». Вашему вниманию предлагается все вышесказанное. Раз, спасибо, что приехали в гости к нам. Спасибо вам. Я здесь уже не первый раз. Вопрос достаточно такой сложный, на самом деле. Но как человек, который, как-то вот я первый раз вижу человека, который как-то более-менее знал Егора Летова, у меня вопрос, он будет вот такой, достаточно интересный. Как вы думаете, если бы сегодня был Егор Летов, какое было его творчество, и учитывая, какой был человек Егор Федорович Летов, он поменял бы. Действительность или действительность меняла бы его, то есть творчество, какое было бы сегодня, такое же было бы творчество, которое сегодня мы видим, или оно было какое-то другое. Вот, допустим, Стержень Егора Летова, он был бы такой же человек, который был действительным, или он был бы совершенно другой человек. И у меня вот такой еще момент тоже, я не знаю, правда или не правда, где-то вот писали в автобиографии или в биографии, не могу точно источник указать, я очень извиняюсь, он писал вот за 10 дней до смерти, он написал, говорит, последнюю песню, и он написал, что я больше ни одной песни не напишу, не напишу ни одного творческого стиха. На этом мое творчество окончено. И он действительно держал слово, через 10 дней умер и больше ничего не написал. Как вы думаете, мог бы ли он окончить свой творческий путь и наслаждаться просто уже поладами своих произведений? Про последнее не знаю. Смотрите, давайте я могу сказать то, что я более-менее знаю. То, что некоторой ошибкой думать, что после альбома «Сияние» это все бы дальше, то есть после альбома «Зачем сняться сны» все бы это шло в сторону дальнейшего размягчения, блаженства и общей плавательной психоделии. Нет, потому что совершенно точно после альбома «Зачем сняться сны» он собирался писать альбом абсолютно в старом ключе таких коротких злых песен по полторы, по две минуты, написать новый материал, соответственно, под это и перезаписать какие-то старые вещи с некрофилией и что-то еще. Вот это он собирался делать совершенно точно. Сказал, что таких альбомов, как «Зачем снять сны» больше пока не предвидится. Это такая разовая акция. То есть вот эта злость и все такое прочее в нем вполне себе бушевала. Что касается как бы про то, как бы шел бы он там за действительностью или действительностью, или он бы ее там как-то формировал. Я не знаю, но в нем всегда была какая-то мерцающая непредсказуемость. Совершенно точно бы, что он что-то выдумал. То есть поэтому разговоры про то, что он там ушел вовремя или ушел не вовремя, все ли он сделал, не все ли он сделал. Нет, ну просто жаль, потому что на самом деле это классический такой как бы обрыв в середине пути. Я совершенно не считаю, что вот типа все вовремя, все произошло как надо. Нет, там был огромный потенциал, в том числе и музыкальный как бы сочинительский. Он был в хорошей форме, он совершенно точно не собирался умирать. Это в принципе такая трагическая случайность. Как вы думаете, еще можно вопрос, прошу? Как вы думаете, он умер на пике своего творчества? Или у него был какой-то застой? Может быть даже наоборот как-то было какое-то угрызение? Нет, застой, конечно, совершенно не был. Застой был в конце 90-х годов. Да, ну точнее вот после альбома 96-го года «Невыносимая легкость бытия» и до «Звездопада». Там был, да, застой действительно песни не писались. А здесь-то нет. Спасибо большое. Я не думаю, что просто зачем снять сны? Он не очень, по-моему, был доволен реакцией, поскольку он за этим все-таки следил, как приняли этот альбом. Ну потому что многие там в ЖЖ уже там начали ворчать, что вот это все немножко не то, непонятно там и так далее, и так далее. И он, поэтому, собственно, я скажу, что следующий альбом будет напротив очень злым. Да, спасибо за вопрос. Еще вопросы, может быть? Смотрите, мы заканчиваем, и так бывает обычно, что кто-то сидит, весь, все мероприятие, что-то копит в себе, а потом уходит и терзается, что ничего не сказал. Если среди вас есть такие люди сейчас, то у вас есть прямо сейчас шанс выговориться, задать вопросы, потом такого шанса не будет. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok